Карьерами занимается, лесом занимается, и вот, смотри, экономически, да, все налоги они оформляют, налоги оформляют, все в Ленинграде, то есть в Питере, да, и в Москве. Здесь даже налогов не остаётся, ну вот, видел, сколько машин идёт, гружёры лесом? Одну видел только. Одну только видел, ну это просто и случайно, их, может быть, до пяти тысяч штук считали, идут лесом гружёры, вагоны целые, вагон леса идёт, да, нам ничего не остаётся. А всё-таки, при чём здесь референдум и так далее? Вот когда я выступал, да, в этом самом Петрозаводске, да, пригласили меня выступать, я стал в Петрозаводске выступать, да, ведь человек, когда первый выступает, ну, это аудитория, там, ну, ты не родился оратором, надо, чтобы подготовиться. Вот я помню, хочу сказать, да, что мы должны экономически сами можем развиваться, ведь смотрите, лес они вывозят и прямо финам отдают, ту же продают, да, почему свои нельзя? Лес обменяют на щельское хозяйство, на коров, на скот, у нас Лепещу, Лес, Уистама, Сан-Лакти, возили оттуда по 12 тонн молока мы возили, потому что я шофёром работал, сейчас ничего нету. Мы утром едем, ждём, пока стадо пройдёт, тысяча голов больше, стадо шло, какие надои были, по 12 тонн молока мы возили, а сейчас что? Даже участников нет, коров нигде. Когда с чем нужно референдум, я не понял. Так вот референдум по поводу того, что экономически отделиться приведём, правильно? То есть вы так пугали, что ли, Москву? Вот, как бы Москву запугать, что показать, что вы сами никак не можете, понимаете, определиться. Вот сейчас же, смотрите, посёлок Великая Губа, это было где у нас сейчас? Сейчас, одну минуту, я правильно мысль сталкиваю. Посёлок Великая Губа, это Меджигородский район. Люди вышли, да, и так же говорят, если Российская Федерация не хочет нас видеть, давайте тоже отделимся. Там было 300 с чем-то человек, высказывали, да, по поводу чего? Сейчас у нас делают какую-то реформу в школах. 11 класс, 9, 10, 8 соединяют вместе. Вы можете представить, английский язык идёт по 11, где ЕГЭ надо сдавать, да? И вдруг 8-классники его учат уже вместе с 11 классом. Их соединили, вот, реформа школы. И люди вышли, родители говорят... Но это же сепаратизм, вот эти призывы, это сепаратизм. Ну, правда, сепаратизм. Вы не жалеете, что вообще вот это сказали? А как по-другому сказать? 58-8 статья, правильно же она? Ну, да. Она 58-8 статья. Так что теперь, давайте вернёмся в 37-й год, как меня нечим, он говорит, мой следователь, да, который вот по своему важным делам, да, он говорит, а я бы с тобой вернулся в 37-й год, почему я адвоката заименил, чтобы многих надо убрать. В 37-й год он вернулся бы, человек, который сидит вот в Следственном комитете. Он говорит, я бы вернулся в 37-й год, чтобы со многими разобраться, я говорю, с такими, как я, он говорит, ну, возможно. Чей-то мой следователь, адвокат, я ему говорю, а вы слышали он так? Да не знаю. Зачем мне адвокат, который не знает, что он слышал, двумя ушами своей... Ну, я читал, что вы как-то говорите, что, дескать, вы сожалеете о том, что сказали, и... Я сожалею о том, что сказал, знаете, надо было досказать свою мысль экономически. Вот сказал бы я, что мы экономически не платили от России, отсоединиться.